Тульская служба новостей Самолет Тульского арсенала, на котором команда возвращалась со сбора в Австрии, аварийно сел в Вене. Об этом в соцсетях сообщил полузащитник Владислав Рыжков. Все в порядке, все живы и здоровы, написал он в инстаграме. По предварительной информации в двигатель попала птица. Канониры возвращались из Австрии со сборов, где сыграли со славянским добом. К этой теме мы вернемся чуть позже. В эти минуты проходит первый футбольный матч на восстановленном стадионе в селе Архангельском. Напомню, жители села обратились к губернатору с просьбой отменить решение о продаже земельного участка. Территорию стадиона отдали под частную застройку и, как выяснилось позже, ошибочно. Алексей Дюмин распорядился разобраться в ситуации и благоустроить территорию и поручил членам правительства сыграть с детьми в футбол. Областной комитет по спорту выполнил задачу, футбольное поле привели в порядок и сегодня первая игра. Надо полагать, победитель предопределен. Дети, победившие чиновников в имущественном споре, просто обязаны обставить их и в матче. Управляющая компания «Фасад будущего» близка к банкротству. Ее сотрудники увольняются из-за задержек зарплата. Жилые дома переходят под управление других фирм. Как сообщил начальник жилинспекции, сейчас работу фирмы выполняют сторонние подрядчики. С ними уже заключены договоры на обслуживание домов. Тулики, пострадавшие от бездействия «Фасадов будущего», в ближайшее время проведут собрание собственников, где изберут новую управляющую компанию. Всего более 170 многоквартирных домов в областном центре находились в ведении этой фирмы. Дождливое лето отражается не только на настроении туликов, но и на их домах. В редакцию Тульской службы новостей обратились жители Косой горы. Из-за постоянных дождей в их доме на улице Горького регулярно протекает крыша. После того, как из-за скопившейся воды натяжной потолок провис почти до середины комнаты, терпение жителей лопнуло. Почему обращения жильцов оставались без ответа уже более 10 лет, расскажет София Кириллова. Более трех ведер воды слили в тот день Дмитрий Глухов с женой из-под натяжного потолка. ЧП произошло, когда дома была только Ксения с ребенком. После затяжного дождя потолок провис почти до середины комнаты. По стене ручьем все лило, соответственно, обои отошли. Там, ну, плясень может завестись. Дождь пошел где-то буквально в течение получаса набралось 7 литров. Так что теперь боимся, как бы дождик не пошел. Квартиру глава семьи получил более 13 лет назад. По сертификату МВД, как ветеран боевых действий. Уже тогда крыша была не в лучшем состоянии. После капремонта ситуация не изменилась. Кровля по-прежнему протекает. Однако комиссия из ЖЭУ не усмотрела никаких проблем. Были, уехали. Письмо я получила. Лить продолжает. Вот уже 5 лет. Лето, зима, дождь, снег. У нас вот тут течет. Причину пролива жители самостоятельно обнаружили сразу. Отсюда заливает все. Здесь даже видно стена сырая. И прямо через отверстие, как стояк проходит к нам, сюда все заливает. Собственники квартир вновь обратились в Косогорское ЖКХ с требованием возместить ущерб. Представитель управляющей компании приехала, составила акт осмотра и посоветовала обращаться к руководству. По заявлению уже вносились они в план текущего ремонта. Поэтому дальше, пожалуйста, к директору с дальнейшими просьбами, с дальнейшими обращениями. Руководство УКА ссылается на некачественную работу подрядчиков и заверяет, что в ближайший месяц крышу отремонтируют. Текущий ремонт крыши запланирован на 3 квартала 2017 года. По Туле очень много проблем по поводу крыш. Капитальщики у нас таким образом очень хорошо работают. И после за ними приходится нам все это загребать, подгребать, убирать и так далее. Не только эта крыша течет, а все остальные. И у нас стоят они в определенном плане. Как только их время подойдет, им сразу эту крышу сделают. Сейчас Дмитрий и Ксения планируют полностью восстанавливать недавно сделанный ремонт. И неизвестно, сколько еще воды прольется через эту квартиру до того, как управляющая компания возьмется за работу. София Кириллова, Андрей Ремезов, Тульская служба новостей. В Туле неадекватный водитель избил прохожего. Инцидент произошел накануне поздно вечером в Пролетарском округе. Очевидцы заподозрили мужчину за рулем Мазды в вождении в нетрезвом виде. Люди пригрозили ему вызовом сотрудников ГИБДД. Но тот не образил на прохожих никакого внимания. Сел за руль, уехал, а затем снова вернулся, уже с намерением подраться. Мужчина набросился с кулаками на одного из очевидцев и нанес несколько ударов. По нашей информации, пострадавший получил травму шеи. А почему? А почему? А почему? До того, как мужчина затеял драку, очевидцы пытались его успокоить, отговаривали садиться за руль в таком виде. Водитель лишь сказал, что ему все можно и намекнул, что работает в правоохранительных органах. Информацию о произошедшем корреспонденты Тульской службы новостей передали в полицию. Как пояснили в пресс-службе ОМВД России по Тульской области, по факту появления видеозаписи проводится проверка. Тульский арсенал на сборе в Австрии разгромил славянский ДОП. Товарищеский матч завершился со счетом 4-0. Голы в составе туляков забили Игорь Горбатенко, Игорь Шевченко, Артем Менгазов и Никита Мельников. Последние двое, кстати, были взяты в основу на сборы из дубля. Добавлю также, что после возвращения с Кубка Конфедерации в составе туляков полтайма провел голкипер Владимир Габулов. Это был заключительный для арсенала спарринг на сборе в Австрии. В преддверии Дня Семьи, Любви и Верности в Туле чествовали семейные пары, которые отметили серебряные, рубиновые и золотые свадьбы. Супругов наградили медалями за любовь и верность, секретом счастливой семейной жизни. Практически все присутствующие назвали взаимное уважение и стремление сделать больше для любимого человека, нежели для себя. Праздничное собрание проходило в областной филармонии в формате чаепития и завершилось театрализованным выступлением коллектива «Услада». Более подробно о жизни Тулы и области на нашем сайте tsn24.ru. А я с вами прощаюсь. Хороших выходных. Далее реклама. В эфире прогноз погоды. Тульская служба новостей. Я Антонина Проценко. Здравствуйте. А сейчас о погоде в Туле и области на ближайшие сутки. В Аляксине градусных термометров окажут плюс 12, плюс 15. В городе Ефремове плюс 14, плюс 17. В Белеве плюс 14, плюс 17. В Новомосковске плюс 13, плюс 16. По прогнозам 8 июля температура в Туле будет колебаться от 11 до 15 градусов по Цельсию. Мало облачно, небольшой дождь. Влажность воздуха составит 70-79%. Ветер западный до 7 метров в секунду. Ожидается небольшие геомагнитные возмущения. Следите за здоровьем. На сегодня у меня вся информация. Хорошей вам погоды и отличного настроения. С вами была Антонина Проценко. Увидимся с вами завтра в это же время. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова